Хвощ полевой. Это и сорняк, и уникальное лекарство. Хвощи это древние споровые растения, одни из самых древних на планете. Они пережили динозавров. Они были тогда, когда не было на планете еще хвойных и широколиственных лесов. Их относительно много, более 20 видов. Существует и лесной, и луговой хвощ. Но использовать для лечебных целей нужно только хвощ полевой. Отличить его от других хвощ очень просто. У полевого хвоща все отростки направлены вверх, а не вбок, и не свисают вниз, как у других видов хвощей. Полевой хвощ самый прочный. Он растет строго вертикально. Любит кислые, увлажненные почвы, размножается корневищами. Химический состав вы сейчас увидите на экране, об этом я говорить не буду. Все знают хвощ как жуткий сорняк, который трудно вывести на участки, с грядок. Но он полезен для вашего участка, об этом я чуть дальше расскажу тоже. Но главное, что хвощ полевой отличная профилактика и средство для лечения остеопороза и многих других проблем со здоровьем, особенно проблем почек. Но для почвы он также полезен. Он увеличивает поглощение азота другими растениями и фосфора, а также снижает концентрацию нитрата в почве. Чем же он так полезен? Ну, во-первых, тем, что в нем много кремния. Кремниевые кислоты. Это органическая форма кремния. А кремний жизненно нам необходим. Во-первых, без него не будет в полной мере должной усваиваться кальций. Нарушается кальций в обмен. Проблема остеопороза это проблема дефицита не кальция, а кремния. Кальция это всегда многое, вы его получите из любых практически продуктов. А вот кремний не из любых. Эту проблему знают японцы, поэтому, например, они скупают на Дальнем Востоке, заготавливают и папоротник орляк, молодые его проростки, и прочие растения, которые содержат в большом количестве органические кремния. Нам с вами повезло. Под ногами есть у нас с вами много растений, содержащие большое количество кремния. Но хвощ, пожалуй, рекордсмен. Так же, как и спорыш. Кстати, о спороше у меня было уже видео. Посмотрите его обязательно. Я оставлю ссылку под этим видео, впрочем, как и ссылку на весь плейлист о всех видео моих по лечебным растениям. Конечно, состав хвоща обширный. Хвощ также содержит много витамина С. Кстати, насчет кремния. Есть препарат у нас диатомит. Он состоит на 99% из кремния. Это древние раковины фораминифор, которые когда-то в древних морях осели, а сейчас он добывается у нас в стране. Очищается на специальном оборудовании вот этот чистый органический кремний. Продается вот в этих банках. Ссылку дам в описании под этим видео. Можно кидать салаты в еду куда угодно. Улучшается рост волос, безусловно. Состояние кожи, так как кремнезем, органический кремний, нужен для образования коллагена, который составляет основу соединительной ткани организма, но обеспечивает прочность, эластичность нашей кожи. Поэтому тот же хвощ, например, полевой, да, рекомендуется в косметологии. Я, кстати, один крем вам скажу дальше, как делать самим. Я очень рекомендую пить чай из хвоща, потому что это и профилактика остеопороза, и многих других проблем. Ну, например, во время менопаузы для женщины это просто жизненно необходимо, можно сказать так. А также надо помнить про гемостатическую активность компонентов хвоща, которая очень важна для эффективного лечения обильных и болезненных месячных. Но для мужчин хвощ также полезен в качестве очень сильного средства для лечения доброкачественной, увеличенной предстательной железы, да, то есть при воспалении предстательной железы, потому как он снимает отечность и очищает простату. А вот для детей рекомендация к применению хвощу, например, при ночном недержании или диареи. Прием хвоща также снижает сахар, выводит отложение солей. Ну, для нашей костной системы и хрящевой, я уже сказал, это просто жизненная необходимость, так как органические кремнии основа соединительной ткани и в том числе хрящевой ткани, да, но и костной системы. Да, абсолютно точно известно, органические кремнии восстанавливают хрящевую ткань. Особенно если применять настои на пары хвоща, а у кого проблемы с суставами, растирать колени и другие суставы. Вот этим уникальным гелем для суставов, посмотрите мое видео с доктором об этом уникальном изобретении одной лаборатории в Новосибирском Академгородке. Купить данный гель вы сможете также по ссылочке, я вам ее оставлю под этим видео. Помните, комплексный подход всегда эффективнее какого-то отдельно взятого средства. Надо действовать и изнутри, это главное и снаружи. Итак, в первую очередь кости, волосы, зубы, их крепость, их качество зависит от кремния. А это хвощ, это спорож, ну и специальные дополнительные средства, о которых я говорил и буду говорить далее. Проводились многократно, в том числе в 40-х, 50-х годах, медицинские исследования, которые выявили следующие свойства хвоща. Ну а я вам скажу про сильные антисептические, мочегонные, кровоостанавливающие, заживляющие раны свойства, свойства противовоспалительные. А при каких кожных болезнях применяется настой хвоща? Экземы, нейродермиты, псориазы, дерматиты, сибореи. Я уж не говорю про пользу для волос, это можно сказать первым делом. Они становятся гуще, толще, сильнее, перестают сыпаться. Поэтому люди многие пишут, когда начинают диатомит применять, уже волосы становятся крепкими. Кстати, про волосы оставлю видео, ссылки на них под этим видео. Немного про огородные дела, ведь многие из вас наверняка и дачники, и огородники, да и для общего развития это будет интересно. Ведь тут параллель прямая, ну здоровье почвы, здоровье растений, здоровье животных. В природе все взаимосвязано. Так вот, в огороде хвощ применяется. Его настой в виде опрыскивания от многих болезней и вредителей. У высших растений, можно сказать, укрепляется иммунитет. Даже препарат, известный японский HB-101, опытные огородники меня поймут, составляет основа их, хотя это безумно дорогой препарат, именно тот самый органический кремний в особой форме, кремниевая кислота, который усваивается даже через листья растений. И действительно, листья растений становятся крепче, ярче, насыщеннее. Лучше противостоят различным инфекциям. Кстати, настой хвоща и применяется против, например, грибковых заболеваний растений, против многих насекомых. Применять надо в таком случае, кстати, ни утром, ни вечером, как обычно, а днем. Эффективность будет выше. Для этого 150 грамм сухого хвоща или 1 килограмм свежего берется на 10 литров воды, заливается кипятком, настаивается 30 минут. Хорошенько все это надо укутать, ну чтобы эффект термоса был. Можно и на час. А укутывать, чтобы не остывал. Потом процедить хорошенько. И разводя водой, одна часть вот этого назовем концентраты, и 4 части воды опрыскивать растения. И для профилактики, и для различных лечебных процедур. Можно и поливать почву этим настоем. Мульчировать хвощом грядки, клумбы, горшки тоже прекрасно. Ведь постепенно кремнии и другие полезные вещества перейдут в почву. И поступят потом через корневую систему ваших культурных растений в них. А некоторые, наоборот, думают, как бы вывести с дачи хвощ. А стоит ли? Вот вопрос. Хотя можно вывести, скажу, защелачивать почву, посыпать известкой, золой. И постепенно хвощ таким образом можно вывести. Не любит он различные растения вроде базилика. Но, впрочем, это так, к слову. Так вот, сбор надо проводить в сухую ясную погоду. Обязательно как сойдет роса, когда растение высохнет. Лучший сбор это начало лета, но до середины, до конца июля, не позднее. Сушить надо в проветриваемых помещениях или в специальных дегидраторах, но без прямых солнечных лучей. Можно на печах. Высокие температуры хвощ не боится. Его лечебные свойства от этого не уменьшаются. Ну, не выше 50-60 сушить градусов. Кремний, пожалуй, чуть ли не единственный микроэлемент, который не боится высоких температур. И все же усваивается и вовлекается в биологический оборот наших тканей. Такой вот уникальный минерал. Сушка длится обычно 7-10 дней. До состояния ломкости и хрупкости. Укладывать траву нужно тонким слоем, чтобы хорошо все проветривалось. А как же людям пить для профилактики и для лечения многих болезней, особенно болезней почек, хвощ? Пить надо курсами, во-первых. Это важную честь. По три недели больше подряд нельзя. Потом делается перерыв в три недели и опять. И таких циклов можно повторять много. Тут уже проблем никаких не будет. Так вот, на стакан воды, горячий, градуса 80-90, взять одну-две столовых ложки, лучше две столовых ложки измельченного сухого сырья. Кинуть это в термос, залить этим стаканом воды, ну если надо два стакана, значит четыре ложки, ну и так далее. Настоять нужно 30-40 минут, можно час. И потом процедив по одной треть стакана пить три раза в день. После еды, обязательно после, где-то через час. При мочекаменной болезни проблемы с почками постепенно можно увеличивать до 4-5 раз в день, также по треть стакана. Но применяется хвощ еще при туберкулезе, при плевритах, конечно, как я уже сказал, мочекаменной болезни, при воспалении мочевого пузыря и при инфекциях мочеполовой сферы, при проблемах с печенью, при женских болях, при артериальной гипертензии. Настоем хвоща можно и стоит промывать раны, раны, которые долго не могут зажить, гнойные раны. Протирать кожу, особенно когда она пористая, жирная. При экземах и других кожных проблемах протирать, делать компрессы. При фурункулезе, кстати, компрессы на суставы очень хороши, также при подагре, ревматизме. Полоскать настоем горла при ангинах и других болезнях горла, носоглотке, это очень хорошо. И правильно. Помните, это еще противогнилостное средство. А, кстати, хотите, чтобы я сделал видео про клевер, его лечебные свойства, или, может быть, про другие? Вы посмотрите, напишите под этим видео, про какие лекарственные растения вы хотите, чтобы я сделал обзор. Но не забудьте, что у меня есть плейлист на моем канале про лекарственные растения, и там уже много видео. Вы посмотрите их, может быть, я уже делал эти видео, и вы их просто сможете посмотреть. А вот вам уникальное средство для укрепления волос. Вот для этого можно сделать и настойку полевого хвоща на, скажем так, водке. То есть, внутрь применять категорически нельзя. Речь идет про наружную обработку. 100 грамм сырья сухого заливается, пол-литрами водки плотно закупоривается, настаивается в темном месте от 10 дней. Потом нужно процедить, перелить в посуду из темного стекла и хранить в прохладном месте долго, более года. И два года можно. А вот вам рецепт мази из хвоща. При различных кожных проблемах идеально ее применять. Две столовые ложки сухой травы берете. Надо измельчить только в блендере, либо, ну, в кофемолке до порошка, до пудры. Смешать пополам примерно с каким-то жиром, ну, можно, конечно, вазелином, как рекомендуют, но лучше, конечно, с кокосовым натуральным маслом. Тем более, что оно само по себе антисептик, антиоксидант и очень полезно для кожи. При 40 градусах и выше масло кокосовое становится жидким. Все это заливается, перемешивается. Можно даже в бане паровой полчаса постоять, намешать. Это между собой все перемешается, впитается. Можно ложечкой помешивать. А потом уже можно ставить этот разлив по банкам. И в тепле хранить тоже можно, никаких проблем до года. Ну, а можно в холодильнике несколько лет. Такая мазь подходит и для лечения ран, прыщей, ушибов, ссадин. Ну, в общем, разных проблем с кожей. А вот самый лучший сбор для лечения воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей. Берете одну столовую ложку хвоща полевого, одну столовую ложку листьев березы и два стакана горячей воды 80-90 градусов. Заливаете все это в термос, настаиваете около часа, дождаться полного остывания, процедить и пить по полстакана 3-4 раза в день перед едой, где-то минут за 30. Курс 3 недели, 3 перерыва, опять 3 недели. Так можно делать хоть 10 повторов. А вот вам рецепт при камнях в желчном пузыре. Ну, кстати, обязательно посмотрите вот это мое видео, как растворить камни в желчном пузыре. Это действительно правда, абсолютное. Но, если вы будете применять и этот метод, то результат будет близкий к 100% даже в тяжелых случаях. Берется одна чайная ложка хвоща полевого, одна чайная ложка полыни горькой и стакан горячей воды. Также заливается, напаривается. А пить нужно по одному стакану за полчаса, минут 40, до еды, утром и во второй половине дня. Курс лечения такой 7 дней, а после 10-ти дневного перерыва можно курс повторить. Так несколько раз. Кстати, при оденоидах тоже скажу рецепт. Для лечения нужно закапывать водный настой травы в нос. Вот даже ребенку можно применять маленькому. По 5 капель в каждую ноздрю 3 раза в день. А по мере наступления и улучшения дозировку можно уменьшить до 2 капель, до 3, ну и даже постепенно до 1. Начать тоже можно с одной капли, дабы посмотреть индивидуальную реакцию организма. Все в порядке, уже 2 капли, ну и так далее. А я советую пить чай. Можно добавлять в Иван чай, буквально чайную ложечку сушеного порошка, хвоща, хоть каждый день. И тогда эластичность сосудов будет хорошая, хорошая память, крепкие кости. Есть ли противопоказания, вы спросите. Да, есть классические, ну беременность, кормление грудью. И то это де-юра, что называется. Де-факто смотрите сами. Специфический диабет гипогликемия. Вот такое состояние у кого есть с низким уровнем сахара, потому что хвощ снижает сахар. А у кого наоборот диабет классический, например, второго типа и сахар высокий, наоборот, нужно пить хвощ. Также противопоказания нефроза, нефриты. Вот при этих заболеваниях есть противопоказания. Ну, конечно, стоит проконсультироваться со специалистом или, как говорится, лечащим врачом. Еще противопоказания от аллергии индивидуальная непереносимость. Ну, это может быть на что угодно. Это чисто теоретически. А так скажу лишь, что на протяжении многих тысяч лет народная традиционная медицина знала, что это уникальное древнее растение обладает многими лечебными свойствами. Кстати, у меня было видео про облысение, лечение лысин. Да, вот вы посмотрите его, я очень рекомендую. И вот к тому, что я там говорил, вполне можно применять на пары настоя именно хвоща, как внутрь, так и для ополаскивания волос. И для лечения облысения лапеции это прекрасное дополнительное средство. Это абсолютно научно и точно доказано, что потеря волос идет абсолютно параллельно с уменьшением содержания кремния в организме. А где сейчас взять кремний? Практически из современной еды нигде. Поэтому два варианта хвощ-спорош и диатомит. Пожалуйста, вот этот вариант великолепный. Тоже есть кому лень собирать хвощ, применять, то можно, пожалуйста. Каждый выберет свой вариант. И вот пару слов с завершением про астмы скажу. Как известно, гистамин сужает дыхательные пути при астме и вызывает затруднение дыхания, да? Ну и, конечно, накопление слизи. Так вот, экстракт хвоща полевого блокирует действие гистамина и расслабляет дыхательные пути. И дыхание улучшается. Ну и как следствие обеспечение кислородом всех тканей. И последнее про хвощ как прекрасный натуральный диуретик. Дело в том, что любое медицинское мочегонное средство сейчас дополняется калием. Всегда искусственно, чтобы восполнить потерю калия в моче. Потому что мочегонные средства вымывают калий из мочи, как известно. Так вот, а у хвоща есть собственный, стройный как бы способ помочь организму поддерживать уровень калия. Так вот, дело в том, что в стандартной диете обычное питание человеком, да, среднестатистическим сегодняшним, соотношение калия к натрию составляет где-то 2 к 1. Но у хвоща оно составляет 150 к 1. А это означает, что любое количество калия, потерянного из-за его мочегонного действия, того же вот хвоща, замещается естественным путем с лихвой. Ну, на этом, пожалуй, на сегодня все. Я полагаю, видео более чем информативно, полезно. Поверьте, все мои видео и о лекарственных растениях, и о грибных препаратах. Кстати, посмотрите плейлист, я тоже оставлю. Ведь лечебные свойства грибов не меньшие, а большие даже, чем растения. Мало кто это просто знает. И другие мои видео о здоровье, все они важны. Ну, а теперь досмотрите еще 2 минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте nadgard.ru не покупал, и те люди, кто смотрят это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы 2 раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на YouTube для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат, и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.